В век технического прогресса современное поколение можно застать не только за конструированием и проектированием, но и за чтением книг. Изменился формат чтения, но читать меньше не стали, уверена главный редактор профессионального журнала «Библиотека» в школе Ольга Громова. На творческой встрече писателя с библиотечным опытом работы побывали и мои коллеги. Заставлять детей читать занятия неблагодарные, считает Ольга. Наше поколение отнюдь не пропащее. Оно читало, читает и будет читать. Время не стоит на месте, и это нормально, что книгу в переплете сегодня заменяет электронный ридер. Я не верю в то, что современное поколение читает меньше. Оно читает по-другому, оно читает другое, оно читает часто в другой форме. Покупка книг, хождение в библиотеку и чтение – это разные процессы, и они совсем не обязательно напрямую связаны. В рамках творческой встречи состоялась презентация книги «Сахарный ребенок». Несмотря на название, книга повествует совсем не о сахарной жизни. Это подлинная история девочки, которая в 30-х годах 20-го века оказалась дочерью врага народа. И девочка, и ее мама были высланы сначала в лагерь, а потом в ссылку, как члена семьи изменника родины, как тогда называлось это. И вот, собственно, это история о том, как они там жили. История, рассказанная маленькой девочкой, удивительна тем, что в ней нет отрицательных персонажей. И дело не в избирательной детской памяти, а в том, что хороших людей все же больше, чем плохих. Именно умение сопереживать и помогает друг другу и помогло героям книги выпутаться из тяжелой жизненной ситуации. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.